В Тверской области количество безработных по сравнению с январскими показателями увеличилось почти в пять раз. Таковы данные Тверстата. Между тем, рынок труда не стоит, свободных вакансий меньше не стало. Граждане отказываются от предлагаемых вакансий по самым разным мотивам. Часто недостаточно высокая зарплата. Наш корреспондент выяснил, в каких специалистах нуждаются регионы, сколько хотят зарабатывать жители областной столицы. На сегодняшний день у безработицы женское лицо, говорят эксперты. Больше половины неработающих на сегодняшний день – это женщины в возрасте примерно от 29 до 40 лет. Чаще всего точкой в трудовой деятельности становится формулировка увольнения по собственному желанию. Если дальше на бирже труда не удается найти работу по квалификации, то Центр занятости населения предлагает переобучение. Профессии для обучения мы выбираем, исходя из ситуации на рынке труда, из тех вакансий, которые наиболее востребованы работодателем. И также мы заключаем договоры, либо играем государственные контракты с образовательными организациями, которые будут обучать безработных граждан, и направляем безработных. Обучение полностью за государственный счет. Для тех, кто проходит обучение, предусмотрена стипендия. Самая популярная специальность, которую стремятся освоить безработные – это бухгалтер. Наталья Григораш как раз прежде трудилась в бухгалтерии, но эта специальность ее не привлекала. Я ушла в декрет, и в декрете у меня раньше было хобби, я была кондитер, готовила тортики для друзей и знакомых. И потом в декрете это вышло на более профессиональный уровень, и я решила, просто появилась возможность легализовать свой бизнес. Уровень дохода на работе прежний был более высокий, но сейчас мне моя работа позволяет находиться с ребенком. Сейчас Наталья самозанята и надеется в дальнейшем двигаться уже в большой бизнес предпринимательства, как один из путей выхода из безработицы. На сайте Центра занятости население более 14 тысяч вакансий. Региону требуют инженерно-технические кадры и рабочие, как и прежде медики и учителя. Текучка кадров во всех сферах тоже явление нередкое. Часто ли приходилось искать работу, менять работу? Приходилось. Секретарем работала, бухгалтером, главным бухгалтером, даже делопроизводителем. Снова вернулась к корректору. А прежде чем выбрать свою деятельность, с каким параметрами вы руководствовались? Сердцем только, наверное. Приходилось ли когда-нибудь искать работу? Часто ли это случалось? Нет, не часто. Два раза только. Ну, три может. Мы спросили у горожан, какая зарплата бы их удовлетворила. Большинство опрошенных сошлись на цифре 100. Приоритеты при выборе места работы тоже разные. Если трудящихся постарше больше привлекает деятельность по интересам, то молодежь отдает предпочтение тем вакансиям, которые подразумевают сменный график. А в какой сфере ищете? Скорее всего, сейчас, на данный момент, в сфере обслуживания, но не общепиты. То есть, если общепиты, то кафе, а есть сфера обслуживания, скорее всего, консультанты и что-то выше. То есть, администраторы, допустим. В январе-марте свободных от трудовых обязательств граждан в среднем было около 4,5 тысяч человек. С апреля по октябрь количество неработающих увеличилось почти в пять раз. На сегодняшний день без работы более 21 тысячи жителей региона. Сейчас стать на бирже труда можно, не выходя из дома, через портал госуслуг или сайты центра занятости. Возраст 60 плюс и уровень образования абсолютно не имеют значения, говорят специалисты. А работодатели, в свою очередь, отмечают, что главный критерий при выборе персонала – это ответственность кандидата. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...